МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Михаил Евраев поблагодарил коллег за хорошую организацию выборов, что ждет глава региона от нового состава Думы. Смотрите также выпуски. Лечат и тело, и душу. В Ярославле при больнице скорой помощи имени Соловьева осветили храм. 12 лет всеобщей скорби ярославцы вспоминают Александра Галимова, хоккеиста локомотива, последнюю жертву авиакатастрофы. Не только накануне Дня знаний мэр Артем Молчанов продолжает инспектировать школы. Бонни и Кайра в Ярославском зоопарке – новый житель. Сто лет Динамо, время самбо. В Ярославле проходят всероссийские соревнования. Вы смотрите главные телевизионные новости в студии Дарья Носовская. Здравствуйте вместе со мной о главном регионе корреспонденты городского телеканала. Губернатор Михаил Евраев поблагодарил коллег за организацию масштабной избирательной кампании. Он отметил, что выборы прошли достойно и получен качественный результат для дальнейшего развития региона. Всего 306 мандатов и выборных должностей в результате этой кампании будет замещено в Ярославской области. Большое количество, большая работа. В Думе у нас теперь партии еще больше. У нас 5-процентный барьер преодолели. Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, Новые люди, партия пенсионеров. И важно, что у нас теперь сформирована командная будет работа по всей территории области, как в районах, так и в целом по области. Вот это важно. Важно то, что мы теперь сможем двигаться намного быстрее. Сегодня в Ярославле осветили больничный храм. Храм в честь святого князя Александра Невского при клинической больнице скорой медицинской помощи имени Николая Васильевича Соловьева. События приурочили к 12 сентября Дню памяти благоверного. В прошлом году здание передали православной церкви. Спустя буквально 11 месяцев в храм осветили. На службе побывала Марина Смарагдова. С началом служения этот храм станет главным храмом медико-социального благочения Ярославской епархии, куда входят 9 храмов и 11 молильных комнат в лечебных и социальных учреждениях региона. Правильнее называть храм часовней. Она была построена в начале 20 века губернским архитектором Окербломом. Предшественницей была большая церковь с колокольней, освященная в начале 19 века. Но она была разобрана в 1930 году. Медицина отвечает за физическое здоровье, а церковь за духовное. Поэтому совместными усилиями они помогают пациентам как можно быстрее выздороветь. Мы очень рады, что такое событие сегодня свершилось. Мы давно с епархией поддерживаем тесные взаимоотношения. Наверное, и сама история показывает, что у нас общая функция – это служение и помощь людям. Чин освящения храма провел митрополит Ярославский и Ростовский Вадим. Сегодня в храме присутствовали те, кто непосредственно участвовал в том, чтобы это событие состоялось. Бог нам молитвами причислить своей матери. Я так благоверно, как Александра Невского и все цветы, помилое и спасет нас. Самая главная нагрузка этого храма – это окормление больных. Почему? Потому что это больница скорой помощи. Соответственно, очень большое пациентов поступает в очень тяжелом состоянии, которым нужна мгновенная помощь. Им нужно исповедоваться, причаститься. Просто утешение им нужно. Значимость событий доставляет и то, что в этом году исполняется 130 лет ярославскому сестричеству, которое было основано как раз в Земской больнице, которая сейчас именуется Соловьевской. Сестричество назвали в честь ярославского чудотворца Федора. Хотела тоже поехать в госпиталь и помогать ухаживать за нашими ранеными бойцами. А потом, на самом деле, в настоящее время очень мало людей, которые хотят помогать другим. Это очень мало. И всегда задаешь себе вопрос, кто, если не ты. На иконах православные целители, в числе которых архиепископ Лука и другие врачи, которых церковь прославила в лике святых. Трудами епархии храм излечили быстро. Первые работы начались в октябре, и теперь он примет верующих. Будут совершаться службы, священники будут посещать пациентов в палатах. Марина Смарагдова, Денис Кауров, Главные телевизионные новости. В районе поселка Фоминское Тутаевского района произошел крупный пожар. В социальной сети появилось видео черного столба дыма. Горит склад ГСМ в Фоминском, комментировали очевидцы. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ярославской области, пожаром была охвачена территория площадью 1200 квадратов. Горели кубовые емкости с мазутом. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 9.20. Локализовали открытый огонь в 10.15. Работали 14 единиц техники и 42 спасателя. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура Ярославской области начала проверку в связи с пожаром. На место происшествия выехала исполняющая обязанности Тутаевского межрайонного прокурора Светланы Семенова. Возгорание произошло днем 12 сентября текущего года на территории ООО «Экофторресурс». В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об экологической и пожарной безопасности и лицензировании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль. Прославившемуся танцами и крутой ездой Ярославцу придется два месяца провести в изоляции. До 9 ноября он будет находиться в СИЗО. Прокуратура области поддержала ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. Сегодня ему об этом сообщили в Кировском районном суде. Напомню, видео с участием молодого человека активно до сих пор обсуждают в социальных сетях. Сначала танцы на улице Кирова, затем гонки на площади Богоявления. Нарушитель совершил наезд на сотрудника ДПС. ГИБДД задержали лихача выстрелом по колесам. Лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса и статьей 317 Уголовного кодекса России. То есть это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти. Сегодня хоккейное братство вспоминает Александра Галимова. Ровно 12 лет назад ушел из жизни нападающий хоккейного клуба «Локомотив». Александр был единственным игроком, кто выжил 7 сентября 2011 года во время крушения самолета Як-42 в Ярославском аэропорту Тунушно. В день трагедии спортсмен самостоятельно выбрался из самолета и был доставлен в одну из больниц Ярославля в крайне тяжелом состоянии. На следующий день после катастрофы Галимова перевезли в московский НИИ имени Вишневского, где он был погружен в медикаментозный сон, чтобы бороться с ожоговым и болевым шоком. Однако врачи не смогли спасти хоккеиста. К другим темам. За 2023 год расселили 3000 квадратных метров аварийного жилья. Об этом рассказали на открытом совещании в мэрии Ярославля. В рамках региональной адресной программы за 2019-2024 года планируется расселить 77 аварийных домов. На данный момент 1233 человека уже получили либо новое жилье, либо выплату по возмещению. В 2023 году два многоквартирных дома введены в эксплуатацию для переселения. На улице Посохова и Труфанова еще один планируют сдать на улице Колышкина в следующем году. По итогу совещания было принято решение в полном объеме «Сформировать потребность бюджетных средств на реализацию программы в 2024-м». Сейчас снос начали. Нам, по крайней мере, понятно, сколько стоит снос дома. Обычно одна стоимость – деревянный дом, другая стоимость. Соответственно, половину этой работы уже в этом году надо доработать, а на бюджет следующего года предлагают закладывать полный рубль. Выездные встречи с горожанами продолжаются. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на открытом совещании. Особенностью такого формата общения является активное участие не только градоначальника, но и всех структурных подразделений мэрии Ярославля, а также депутатов муниципального и областного уровня. Каждое обращение фиксируется, а по поручению мэра организован контроль над рассмотрением заявлений. В течение 14 дней жители должны получить письменный ответ по существу вопроса. Основными темами для обсуждений стали ремонт дорог и подъездов к социальным учреждениям, благоустройство дворовых территорий, транспорт ЖКХ и здравоохранение. Подводя итоги, мэр Артем Молчанов высоко оценил эффективность подобных встреч и поручил проводить их один раз в квартал. Подготовиться и нормально организовать эту работу, чтобы она действительно была с участием руководителей, а у нас почти все службы были только руководители, почти все наши городские. Поэтому квартальный режим работы позволяет нормально организовать и обеспечить такой прием. Скорее всего, в следующей тогда проведем серию приемов конец ноября, начало декабря. Мэр Ярославля Артем Молчанов посетил школы Дзержинского района. Глава города побывал в учебных заведениях, расположенных на улице Колесовой, 72-й и 80-й. В обеих в этом году проведена модернизация пищеблоков за счет средств, возмещенных поставщиками питания за коммунальные услуги. Суммы исчисляются сотнями тысяч рублей. Эти деньги остаются в школах и тратятся на их нужды. Также смотрели, какие школьные территории и спортивные площадки могут войти в губернаторские программы благоустройства. Такая системная работа. Мы на сегодняшний день поставили задачу познакомиться с материальной базой, и с руководителями, и с педагогическим составом всех наших образовательных учреждений. Дальше эта работа точно будет продолжаться, потому что она должна быть в постоянном режиме, должен быть постоянный контакт. 45 талантливых учеников школ искусств и колледжей сферы культуры будут получать областные стипендии в этом учебном году. Торжественная церемония вручения свидетельств прошла в Ярославском музыкальном училище имени Собинова. Поздравили ребят-преподаватели, первые лица региона, известные деятели искусств. На церемонии был и мой коллега Игорь Шевченко. Алена Бутнева, художница, занимается изобразительным искусством столько, сколько себя помнит. Говорит, что стипендию получила легко, так как просто занимается любимым делом. Признается, что на занятиях рисуют в самых разных стилях, но сама предпочитает работать с натуры и карандашами. Стипендию получает не в первый раз. Честно сказать, иду по зову души, потому что я даже в первый раз и вот сейчас не думала, что получу стипендию. Люблю рисовать, и это прям меня завораживает. Я очень много стараюсь. Александр Андреев тоже получил не первую свою стипендию. Он занимается баяном с первого класса. В музыкальную школу отвели родители. Говорит, что папа в детстве состоял в рок-группе. Признается, что сначала хотел играть на чем-то другом, но все равно вернулся к родному инструменту. В будущем хочет писать свою музыку. Можно было бы в будущем устроиться, писать свою музыку на компьютере, потому что это интересно, это людям может донести радость, какую-то культуру передать. Мария в музыкальной школе уже девятый год. Пошла учиться по собственному желанию. Шести лет играет на саксофоне. Сейчас профессионально занимается джазом. В свои годы успела поучаствовать не в одном международном конкурсе. В будущем хочет играть в военном строевом оркестре. У меня папа преподает военную подготовку, и меня как-то тоже к этому потянуло. Вообще, я хотела в военный джазовый оркестр, но он, скорее всего, получится. Преподаватели уверяют, что, несмотря на скромность, ребята выкладываются на все 100%. За каждым успехом стоит грандиозная работа и тонны усилий. И глаза горят, все горит. Когда начинается музыка, все начинает преобразовываться на другой совершенно уровень. Ну, люди ведут себя в жизни не всегда одинаково. В каких-то случаях они более эмоциональны, в каких-то менее. Что касается музыки, да, без этого, без эмоций нет музыки. По традиции, церемония награждения началась с живой музыки. С напутственными словами выступил известный ярославский художник. Я бы хотел обратиться к будущим художникам. Ребята, не бойтесь идти в профессию. У некоторых, я знаю, возникают сомнения. Однако, точек приложения очень много. В этом году стипендии получили юные таланты из Ярославля. Рыбинская, Любима, Гаврила-Вьяма, Переславля-Залесского, Углича. А также из художественного училища Собиновского и колледжа культуры. Стипендиатами становятся те наши молодые талантливые деятели культуры и искусства, скажем так, которые показали себя на региональных, на межрегиональных, на федеральных конкурсах, на международных. У них должны быть очень высокие достижения для того, чтобы стать областными стипендиатами. Более 90% выпускников нашего училища либо поступают в высшее учебное заведение по профилю специальности, либо работают по профилю специальности. И поэтому, я думаю, что такая поддержка очень важна, потому что для будущего профессионального самоопределения. Ежемесячные областные стипендии выплачиваются с 1998 года. Главная цель – выявить и обучить талантливых детей, а также подготовить высококвалифицированных специалистов. По счету, это уже 25-е награждение. Самые талантливые ребята области получили губернаторскую стипендию за свои творческие заслуги. Игорь Шевченко, Игорь Мосин. Главные телевизионные новости. Весь Ярославль как на ладони в Вознесенских казармах. Прошло торжественное открытие новой смотровой площадки, которая расположилась в башне на улице Свободы. Высокое здание в стиле сталинского ампира. С сегодняшнего дня принимают туристов. Среди первых осмотрел город с высоты птичьего полета. Мэр Ярославля Артем Молчанов. Мой коллега Алексей Машков не упустил возможности и тоже насладелся видами столицы Золотого кольца. Все выше и выше теперь смогут подниматься ярославцы и гости города. Торжественное открытие смотровой площадки не случайно началось с показательного выступления роты почетного караула. Именно здесь со второй четверти 19 века размещались армейские казармы. Историческое место обретает новый смысл. 49-метровая башня с пятиконечной звездой на острие шпиля сможет принимать от 7 до 10 человек одновременно. В первый день для всех желающих провели экскурсию. Десятки интересных фактов об истории и разных эпохах города на стенах лестницы, ведущей на площадку. Первые посетители оценили вид столицы Золотого кольца с высоты птичьего полета. Я сюда попала не просто так. Мне очень важен этот объект. Я сама экскурсовод и пришла посмотреть на новый экскурсионный объект города. Очень рада открытию, потому что это правда долгожданное событие. У нас не было смотровой площадки. Даже для нас, для жителей города, потому что не так много мест, где можно посмотреть с высоты птичьего полета на шикарный наш город. Поэтому в этом месте у нас есть колесо обозрения, есть смотровая площадка в монастыре. Но вот с этого места впервые достается удовольствие видеть город. Еще совсем недавно сюда поднимались лишь рабочие, чтобы очистить крышу от снега. Площадка второго яруса не была предназначена для посещений, но за полтора месяца упорного труда рабочие привели ее в порядок. Одним из идейных вдохновителей реставрации башни стал мэр Артем Молчанов. Я думаю, что отчет к развитию, он пошел именно с разговором с Артемом Владимировичем о том, чтобы неплохо было бы открыть в будущем еще один туристический объект. Башня очень интересная. Туристических объектов в виде башен на территории Ярославля не так-то и много. Я от души желаю всем, кто участвовал в этом проекте, благодарных посетителей. И мне кажется, что таких идей и таких творческих людей, которые реализуют проекты в нашем городе, должно быть как можно больше. В планах проводить внутри башни интерактивы с военной реконструкцией. К следующему году планируют установить бинокуляры, чтобы посетители смогли разглядеть даже самые маленькие детали Ярославля. Подняться на второй ярус башни сейчас нельзя. Там идут технические работы. Но уже начиная с весны следующего года туда будут запускать туристов в сопровождении профессионального альпиниста. Он будет следить за техникой безопасности. Алексей Машков, Денис Кауров. Главные телевизионные новости. В Ярославском зоопарке вновь пополнение. Это кенгуру по имени Кайра. Сейчас животное поселено в вольер к местному самцу Бони. Представители фауны Австралии довольно быстро подружились. На свободе они обитают в саваннах и лесах. В дикой природе кенгуру живут до 10 лет, а в зоопарках вдвое больше. У животных сбалансированный рацион. В него включают не только листья, но и овощи и зерновые культуры. И сейчас к спортивной части выпуска. Сегодня в Ярославле состоялось открытие всероссийских соревнований по самбо и боевому самбо. Оно посвящено столетию общества «Динамо». В нем примут участие мужчины и женщины, которые будут состязаться в личном и командном первенстве. В соревнованиях по боевому самбо выступят исключительно мужчины. Наш корреспондент Владислав Старожук побывал на открытии. Все началось с показательного выступления спецназа. После оперативников на ковер вышли продемонстрировать свою бросковую и ударную технику юные самбисты. По традиции на открытии крупных состязаний звучат напутственные слова. Мы с вами сегодня открываем всероссийские соревнования по самбо и боевому самбо, посвященные столетию общества «Динамо». Знаменательная дата, конечно, сто лет. История «Динамо» тесно связана была и с историей отечественных служб, органов безопасности и органов правопорядка. В годы Великой Отечественной войны общество «Динамо» на основе его формировались отряды специального назначения. Программа открытия соревнований последовательно переходит к хореографическим номерам и музыкальному выступлению. Сегодня мы на этом турнире в том числе говорим о столетии общества «Динамо», организации, которая на протяжении долгого времени воспитывала большое количество выдающихся спортсменов, которые прославили наше государство на международном уровне. Сильнейшие в стране самбисты выходят на ковер спортивного комплекса «Атлант». В столицу «Золотого кольца» приехало более 300 атлетов. У всех в глазах видно только одно – желание победить. Я встретился с представителем тоже Ярославского отделения «Динамо». Хороший борец, но молодой еще, конечно, по меркам борьбы. Я уже в борьбе больше 25 лет, а он как бы еще лет 10 примерно. Поэтому на опыте получилось выиграть, сделал хороший переход на болевой и выиграл. На сегодняшний день в нашей области более 4 тысяч человек занимается самбо, в том числе и боевым. С атлетами работает 85 тренеров. Для подготовки такого количества спортсменов задействовано 45 залов. Наша сборная Ярославской области на этот турнир очень подошла ответственно. Соответственно, все прошли учебно-тренировочные сборы, все готовы. Будем выигрывать. Открываются дополнительные залы, очень много приходит детей заниматься. И как вы сегодня уже сказали, то есть это было одно из направлений программы. Дети, ребят, ушедших на СВО, обучаются бесплатно, без очереди. В течение трех дней среди спортсменов будет разыгран 21 комплект наград. Эти состязания являются официальным отбором на Кубок России, который пройдет с 21 по 25 ноября в городе Кстово. Владислав Старожук, Михаил Орлов, главные телевизионные новости. Сборная Ярославской области первая на Кубке России по КУДО. Команда держит лидерство уже третий год подряд. Кубок России прошел в Иванове и собрал сильнейших спортсменов со всей страны. Наши кудаисты удостоились двух золотых, двух серебряных и четырех бронзовых медалей. Состязания проводились по системе с выбыванием после первого поражения. По итогам турнира будет сформирован список кандидатов сборной команды Российской Федерации. Ярославцы на турнире по китбоксингу удостоились золотых наград. Кубок Тесленко прошел в Северной столице в рамках мультиспортивного фестиваля «Биг Питер» спортшоу 2023. Ярославские воспитанники спортивной школы номер 22 четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала. Поединки проходили в трех дисциплинах – лайт-контакт, фулл-контакт и лоу-кик. Всего в соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из семи регионов. На площадке мультиспортивного фестиваля было представлено более 35 видов спорта. Сегодня утром над Ярославской областью пролетела уникальная зеленая комета. Астрономы дали гости таинственное название Нашимура. Месяц назад ее открыл японский ученый. У объекта в составе, судя по оценкам ученых, находится двухатомный углерод. Отсюда и малахитовое свечение. Космический объект можно было поймать в объектив телескопа около 4 утра, если смотреть на восток. В следующий раз комета подлетит настолько же близко к Земле только через 400 лет. Ну и сейчас о погоде. Прогноз погоды на среду расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. Солнечная погода с дневной температурой 20-23 градуса задержится до четверга. Осадков не ожидается. Подробности далее. Ярославль – жемчужина Золотого кольца. Это надо видеть и видеть без проблем. Автальмологический центр «Идеал» предлагает гостям города лазерную коррекцию зрения с персональным сопровождением и скидками в гостинице. «Идеал» – качество, доступное в цене. 72-12-18. В среду-ночь в Ярославле переменная облачность без осадков. Температура 8 градусов. Ветер восточный слабый. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 757 мм. Тутного столба. В среду-днем в Ярославле облачность с прояснениями без осадков. Температура 20 градусов. Ветер восточный слабый. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 758 мм. Тутного столба. На этом у меня все. И пусть ваше настроение не зависит от погодных условий. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Через мгновение в эфире художественный фильм «Авантюристы» в главных ролях Константин Хабенский и Светлана Хоченкова. Наши новости доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во Вконтакте и на популярных видеоплатформах. Сообщайте новости в редакцию по телефону 72 11 70 72 11 80. В студии работала Дарья Носовская. До свидания.